МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржаки. Сегодня выпуски. Семь грани великой степи. Профессорско-преподавательский состав Карагандинского государственного технического университета обсудил основные цели и задачи статьи главы государства. Микрокредиты под 6% годовых. Карагандинских предпринимателей призывают воспользоваться государственной программой поддержки малого бизнеса. Стоматология. Вчера, сегодня, завтра. В медицинском университете провели научно-практическую конференцию, посвященную 40-летнему юбилею стоматологического факультета. Семь грани великой степи. Новая программная статья президента нашла горячий отклик среди карагандинцев. Профессорско-преподавательский состав Карагандинского государственного технического университета обсудил основные цели и задачи статьи. Современные достижения нашего государства, его уровень и мировое признание были бы невозможны без его многогранного прошлого. Статья главы государства «Семь грани великой степи» в полной мере раскрывает этот тезис. В ней президент объявил 6 новых проектов, которые направлены на исследование казахстанской истории и популяризацию культурного наследия страны. Преподаватели Карагандинского государственного технического университета единодушно поддержали начинание президента. Преподаватели и студенты нашего университета активно поддерживают статью президента. Сегодня мы собрались обсудить основные цели этого труда. Статья «Семь грани великой степи» очень важна для нашего народа. Через нее мы еще глубже познаем свою историю и культуру. Наша задача не только понимать это, но и донести до молодежи. Без прошлого не бывает будущего. Этот вопрос становится особо актуальным, когда дело касается воспитания подрастающего поколения. Поэтому не остались в стороне и студенты университета. Они также приняли активное участие в обсуждении статьи и поделились своими мнениями. Мы уже начали проводить разные мероприятия в рамках поддержки статьи президента. Подробно изучив статью, мы еще раз открыли для себя новые ценности казахской истории. Перед нами стоит задача – осознать уникальность своей истории и рассказать о ней всему миру. Сегодняшнее собрание дало нам высокий патриотический дух. Молодежь Великой Степи всегда готова поддержать инициативы главы государства. Напомним, статья главы государства «Семь граней Великой Степи» вышла в свет буквально вчера. Эта статья является логическим и конструктивным продолжением идей, высказанных президентом ранее в программе «Рухани Жангару». Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Мы, Карагандинский технических университетных студентов, Эльбас Музын, Улы Таланын, Жетых Рактым Ахаласын – Олдаймус! И в продолжении темы. Ученые и историки также активно поддержали новую статью лидера нации. Один из них, Нуртас Могулов, высказал свою точку зрения насчет этого государственно важного документа. Статья «Семь граней Великой степи» обращена не только к казахстанскому народу, но и широкой международной общественности, академическим кругам, историкам, деятелям культуры и искусства. Историки единогласно твердят, эта статья в большей степени направлена на осмысление нашего исторического прошлого. В ней понимаются многие современные вопросы именно через глубокое изучение истории. Данная статья способствует продвижению нового понимания Казахстана на международной арене. Она дает понять, что наш народ принес человечеству и что же внес Казахстан в развитие тюркского мира и глобальной цивилизации, поясняет Нуртас Могулов. «Наши предки очень многое внесли в развитие современного мира. Даже из археологических раскопок, найденных на казахской земле, можно заметить, что мы издавна являлись цивилизованной страной. Сегодня в мире существует шесть тюркских государств и около 30 автономных стран. Если эти страны тесно будут сотрудничать друг с другом, то будет расти наша экономика, духовная и политическая мощь. В новой статье глава государства четко обозначил пути установления тесных культурных связей между родственными тюркскими государствами. «Наша история – мощный объединяющий фактор народа Казахстана, источник вдохновения для всех граждан. Поэтому лидер нации Нурсултан Назарбаев в своей статье призывает общество уважать и изучать историю, извлекать уроки прошлого. Нуртас Могулов утверждает, что статья «7. Грани великой степи» будет непременно способствовать укреплению международного авторитета нашей страны». Руководитель областного управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев ответил на вопросы жителей региона. Впервые встреча прошла в формате онлайн-конференции. В дальнейшем управление намерено сделать такие встречи регулярными. Многие хотели бы задать свой вопрос главному врачу области, но немногие могут приехать в областной центр и ждать своей очереди. Для того, чтобы у каждого появилась возможность пообщаться с руководителем областного управления здравоохранения и организовали виртуальный прием граждан. То есть все актуальные вопросы, какие они хотят задать, у них будет возможность, я и мои заместители на постоянной основе мы будем в фиксированные дни проводить прием по личным вопросам. И все интересующие вопросы наши жители могут нам задать. При этом предварительно мы будем их информировать через средства массовой информации, где, в каком регионе, в какое время, на какую дату будет назначен данный прием. Одна из важных тем – обеспечение жизненно необходимыми лекарственными препаратами. Бывает, что звоним, или еще нет, или уже нет лекарства, а нам они необходимы. Как мы можем вот это, может быть, на данный момент нам какую-то функцию ввести, чтобы нас обрещали, когда пришло лекарство, какое лекарство, есть ли наше лекарство, чтобы мы зря не ходили и не беспокоили своих терапевтов. В каждой больнице у нас работает служба поддержки пациентов, телефоны горячей линии, и эту информацию могут предоставлять. И третье, вы совершенно верны, Ольга Николаевна, прошу принять во внимание, есть функция по дому мета-оповещения пациентов. Вот этой функцией можно воспользоваться, и участковые терапевты могут отправлять оповещение пациентам адресно с указанием дня, когда можно прийти и получать необходимые лекарственные препараты. В ходе онлайн-встречи руководитель областного управления здравоохранения ответил на многие вопросы, которые касаются деятельности медицинской службы, особенно в сельской местности. Прошедший прием стал, что называется, пилотным. В дальнейшем будут назначены конкретные дни для каждого из регионов Карагандинской области. Андрей Танайден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Три подстанции скорой помощи возводятся в Караганде. Одна подстанция строится в сортировке и две в Майкудуке. Одна из них будет расположена возле городской больницы. Сегодня здесь активно ведутся строительные работы. Уже в юне следующего года возле городской больницы в Майкудуке заработает подстанция скорой медицинской помощи. Это будет новое здание, отвечающее современным требованиям. Вопрос о строительстве нового здания для Майкудукской неотложки стоял уже долгие годы. И лишь в прошлом году были выделены средства для разработки проектно-сметной документации и последующего строительства. Данная подстанция, она будет соответствовать полностью всем современным требованиям, всем СНИПам. Здесь будет у нас располагаться 10 бригад. Также будет строиться гараж на 10 автомобилей. При этом в гараже будет автомойка, производится автомойка, ремонт автомобилей. Строительство данной подстанции нам позволяет улучшить качество работ, оперативность работы. Также географическое расположение подстанции, она очень для нас удобная. Рядом находится центральная городская больница приемный покой. То есть мы считаем, что мы улучшим показатели в работе, в том числе время доезда и время возврата бригады на станцию скорой помощи. Всего в Караганде планируется построить три новых подстанции скорой медицинской помощи. Две в Майкудуке и одна в сортировке. Также отмечается, что служба скорой медицинской помощи в Карагандинской области стала более мобильной с внедрением единой диспетчерской сети. На всех машинах скорой помощи устанавливаются GPS-датчики, которые будут контролироваться из оперативного центра областной станции скорой медицинской помощи. Все вызовы, поступающие на скорую помощь в городах и районах, вносятся в единую информационную систему. Таким образом, повысилась оперативность и эффективность службы, сократилось время прибытия на вызов. С 2017 года для обеспечения мер государственной поддержки утверждена программа «Янбек». Она предназначена для развития малого бизнеса, индивидуального и семейного предпринимательства. С начала года в Караганде профинансирован уже 21 проект. В целом программа «Янбек» нацелена на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства. Рассчитана она до 2021 года. В рамках программы предоставляются микрокредиты под льготные 6% годовых. Максимальная сумма для одного предпринимателя – 6 тысяч минимальных расчетных показателей. Это чуть более 14 миллионов тенге. По городу Караганда участвует 5 банков. На сегодняшний день имеются средства и пользуясь случаем наших предпринимателей города активно использовать инструменты государственной поддержки и обратиться в отдел предпринимательства города Караганды, институтом развития, фонд поддержки предпринимательства дому можно обратиться. Также у нас палатой предпринимателей будут оказаны все меры, комплексные меры, консультативные меры для создания своего бизнеса. В нынешнем году микрокредит на развитие бизнеса получила карагандинский предприниматель Айгуль Мукашева. На эти деньги она сделала ремонт в помещении и закупила оборудование для своего стоматологического кабинета. Для дальнейшей работы, для ремонта, для приобретения оборудования обратилась в фонд «Дому». Именно после грамотной консультации Айдара Канатулы мы обратились в Народный банк. Народный банк в течение месяца рассмотрел наше заявление и в течение двух месяцев при грамотном сопровождении сотрудника я получила кредит для оборудования, для ремонта. В прошлом году из республиканского и местного бюджетов на реализацию этой программы было выделено 967 миллионов тенге. Банки второго уровня выдали льготные микрокредиты по 84 проектам. В нынешнем году уже 21 проект получил финансирование. На данный момент можно сказать, что данная программа является одной из востребованных государственной поддержки так для начинающих, так и для действующих предпринимателей. При этом фонд «Дому» в случае нехватки залогового обеспечения предоставляет гарантии до 85% для стартап-проектов и до 50% для действующих предпринимателей. Всего по программе «Енбек» финансирование осуществляют 5 банков – Народный банк Казахстана, Сбербанк, АТФ-банк, Форте-банк и Евразийский банк. Городские власти призывают карагандинских предпринимателей воспользоваться этим шансом для развития своего бизнеса. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Стоматологический факультет КГМУ празднует свое 40-летие. К праздничной дате приурочили научно-практическую конференцию «Стоматология. Вчера, сегодня, завтра». Открытие конференции посетили отечественные и зарубежные профессоры, студенты и выпускники факультета. Сегодня в рядах почетных гостей – выпускники университета, которые добились немалых высот. Первый декан стоматологического факультета, внесший огромный вклад в его становление, а также зарубежные специалисты, которые рады сотрудничеству с ведущим медицинским вузом страны. 40 лет назад, чтобы обучать молодых карагандинцев стоматологическому делу, кадры искали по всему Казахстану. Сегодня же широкий профессорско-преподавательский состав факультета готовит достойных специалистов, применяя самые инновационные методы. Стоматология – это одна из динамично развивающихся отраслей медицины. Поэтому развитие стоматологии идет семимильными шагами. В Карагандинском медицинском университете был заложен очень хороший фундамент подготовки врачей-стоматологов, который мы стараемся наращивать. Мы стараемся, соответственно, всем нашим традициям внедрять инновации и оставаться лидерами в стоматологическом образовании. Подготовка квалифицированных специалистов была и остается главной задачей стоматологического факультета Карагандинского государственного медицинского университета. На сегодняшний день налажен обмен опытом с отечественными и зарубежными вузами. Сейчас очень большое значение придаются академической мобильности. Студенты-стоматологи выезжают по академической мобильности в вузы Казахстана, в вузы ближнего и дальнего зарубежья. В то же время к нам в наш медицинский университет приезжают студенты из других вузов Казахстана, приезжают студенты из России. На открытии республиканской научно-практической конференции, посвященной торжественной дате, приняли участие профессора из Турции, Белоруссии, России и Казахстана. Мероприятие стало диалоговой площадкой для обсуждения актуальных вопросов касательно подготовки стоматологов, улучшения качества стоматологической помощи и решения проблемы дефицита врачей в сельской местности. Конференция продлится до 23 ноября. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова